Я помню, у меня это было в жизни. Ты знаешь, я выходил в школе на уроки математики, у меня отключалась память намертво. Я помнил таблицу умножения, но больше ничего. — Ну, я в это не верю. Вы не запустите инженерного вуза, рассказывающий трогательную историю, какой он был. — Я ведь и боялся, потом у меня на первом курсе попался гениальный Александр Вайнштейн, который нас всех научил, вот всему, включая Троичникова. Мы начали все сдавать на пятерку. Он просто грамотно объяснил, мы перестали бояться и начали понимать. — Нет, страх он сильный. — Страх он жуткий. У меня отключало физика и математика, вот два предмета. — Есть огромное количество людей, которые очень плохо сдают экзамены не потому, что они не знают, а потому что они боятся самого процесса экзамена. — А работают они так же? Они работают-то могут потом со своими знаниями? Или у них тоже этот стресс выключает знания? — Нет, проблема заключается в том, что они воспринимают как стресс. Ведь экзамен некая неопределенность. — Да, пожалуй, да. — Значит, стресс, ведь, в первую очередь, это то, что я не могу контролировать свои действия, предсказать, контролировать, нет, вообще действия. — Серёжа, на экзамене этой весной, ну, точнее, в январе я это понял. — Вы рассказывали, как вы были недовольны, да. — Вот просто все курсовые пятёрки, одна четвёрка, ответить не может никто ничего. Дети ЕГЭ. — Правда, они меня заразили, я два месяца потом лежал под 40 с температурой, вирусом всё-таки накачали в отместку, но тем не менее. — Ну, каждый всё-таки отольются слёзки. — Да, чтобы они скисли. — Слёзки должны отливаться. Но сама по себе ситуация экзамена не очень такая удачная. — Ну, то есть, например, хирург, который плохо сдает экзамен, потом сможет провести операцию адекватно, как вы считаете? — Безусловно. — Руки какие, смотря. — Может, он экзамен сдал? — Я только, да, может, он не сдал, потому что у него вообще руки-крюки. — Ну да, представлены другим всем организмам. — Но если он, например, там не сдал какие-то теоретические экзамены или ещё какие-то вещи. — Латынь не помню. — Латынь не помню. — Есть более серьёзные вещи. — Это генильный хирург. — Например, бок с ними, с этими хирургами. — Ну да. — Вот летчики, которые в гражданской авиации, которые очень много летали, всё в полном порядке. Но вообще говоря, присутствие инспектора за спиной сильно мешает и сильно искажает их действия. — Ну, даже если бы у нас сейчас сидел инспектор. — Они просто увеличивается время принятия решения. — Смотря какой инспектор. — Ну, у нас как из НКВД, если только. — Нет, посадите сюда красивую блондинку, а хоть бы и брюнетку или рыжую, только не псаки, в качестве инспектора. — Ну, боюсь, что мы начнём пушить хвост. — И быстро говорить, и ярче, чем было жестикулировано. — Это всё-таки неизбежно. — Нет. — Дело в том, что есть экспертизы, психологические экспертизы, которые проводятся по материалам, там, авиакатастроф, там, и так далее. И вот там почти всегда отмечается, что наличие проверяющего сказывается на времени принятия решения. — Но это иногда бывает критично. — Критично. Ну, а если ещё несколько дополнительных вещей, как какая-нибудь плохая погода и не слётанный состав, то, в общем, они могут и разбиться. — М-м-м. —